В Баку переносимся с нами на связи президент Республики Азербайджан Ильхам Гейдарович Алиев. Спасибо, господин президент, что согласились на это интервью. Что прямо сейчас происходит на фронте? Уже поступает информация об использовании авиации. На фронте ситуация напряженная. В результате армянской военной провокации, которая началась утром 27 сентября, были подвергнуты массированному артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана и наши боевые позиции. В результате этой агрессии 11 мирных жителей Азербайджана погибло, включая двух детей. Также есть жертвы среди военнослужащих. Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору и таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю. Таким образом, уже третьи сутки идут ожесточенные бои, в результате которых азербайджанская армия освободила ряд населенных пунктов от оккупации, а также заняла стратегические высоты в разных направлениях. И на сегодняшний день ситуация такова, что активные боевые действия ведутся. Эльхам Гейдарович, проясните нам, пожалуйста, роль Турции. Анкара официально в лице президента и руководителя МИДа заявила о том, что поможет вам на поле боя. Роль Турции, я считаю, что носит стабилизирующий характер в регионе. Турция наша братская страна и наш союзник. И с самого первого часа, как мировая общественность узнала о том, что Армения напала на Азербайджан, Турция на уровне главы государства и других руководителей, высказалась однозначно в поддержку Азербайджана, в поддержку международного права, потому что Армения грубо нарушает международное право, оккупируя территорию Азербайджана на протяжении около 30 лет. В этом, собственно, и заключается роль Турции, и больше ни в чем. Турция оказывает нам моральную поддержку, и мы благодарны турецкому руководству, президенту и турецкому народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует, и все слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер, как это сейчас принято говорить, это фейк-ньюс, нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте, и нет такой необходимости. Азербайджанская армия достаточно подготовлена для того, чтобы обеспечить защиту своего народа и своей территории. Мы этой информацией не владеем. Буквально недавно мне доложили о том, что такая новость появилась в эксплуатационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня, знаете, с учетом современных технологий, очень трудно что-то скрыть, потому что есть объективные формы наблюдения, есть спутниковые наблюдения, и поэтому очень легко проверить, что это очередная провокация. Нам понятна цель армянской стороны, создавая такие ложные новости. Во-первых, принизить боеспособность азербайджанской армии, которая с честью сейчас выполняет задачу по восстановлению своей территориальной целостности, а также создать впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны, и тем самым попытаться привлечь как можно больше стран для того, чтобы оправдать свою провокацию. Поэтому ответственно вам заявляю, Турция не является стороной конфликта, никоим образом в нем не участвует, и никакой необходимости в этом нет. Ильхам Гидарович, готова ли ваша сторона к движению в сторону казанской формулы, в рамках которой Армения должна освободить несколько сел, или любой другой формулы, что сейчас в принципе можно предпринять, как переломить ситуацию, если конфликт в Карабахе и Карабах на протяжении аж 30 лет, то горит, ну или тлеет. Что делать? Знаете, Азербайджан всегда проявлял конструктивность на переговорном треке. И сопредседатели минской группы, которые ответственны за последнюю миссию, это могут подтвердить. В том числе за последние два года я неоднократно и на уровне других ответственных лиц мы заявляли, что мы привержены принципам урегулирования, которые выработаны годами, и которые минская группа и ее сопредседатели считают основой для переговорного процесса. Более того, мы заявляли неоднократно в последние два года и до этого, что мы привержены и формату переговоров. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном. Есть только две стороны конфликта. Иной раз, когда говорится о конфликте, говорят все стороны. Это неправильное определение. Нет всех сторон. Есть только две. Армения и Азербайджан. Но что происходило за последние годы после Соросовского переворота, который совершила нынешняя власть в Армении? Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах – это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Ведь суть выработанных минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг Нагорно-Карабахской автономной области бывшей должны быть переданы Азербайджану. А если он говорит, что Карабах – это Армения, и вдобавок к тому говорит, что мы должны вести переговоры с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, который уже существует 20 лет, так значит Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования. И когда минская группа уже в последнее время начинает более активно говорить о том, кто же все-таки является препятствием для урегулирования, вот делают такие провокации, как 22 сентября, а до этого 12 июля наши позиции были атакованы на государственной границе, а после этого 23 августа, когда диверсионная группа Армении была захвачена, ее главарь был захвачен на линии соприкосновения, все делалось для того, чтобы сорвать переговорный процесс, потом обвинить Азербайджан, потом вовлечь третьи стороны и тем самым сорвать переговорный процесс, потому что армянская сторона хочет сохранить статус-кво. А сопредседатели минской группы ОБСЕ в лице глав государств России, Франции и США делали неоднократные заявления о том, что статус-кво неприемлем. А это значит, что территории под оккупацией должны быть возвращены Азербайджану. Мы привержены переговорам, но с армянской стороны видим совершенно противоположные действия. Скажите, пожалуйста, господин президент, что все-таки произошло в воскресенье, что спровоцировало столь масштабное и кровопролитное противостояние? Вы знаете, к воскресенью, в том, что произошло к воскресенью, Армения шла уже несколько месяцев. Если вы проследите хронологию их действий и заявлений, то отчетливо будет видно, что они шли к этой провокации сознательно. Не так давно, выступая с трибуны Генассамблей ООН, я открыто говорил, что Армения готовится к войне и необходимо ее остановить. В июле они предприняли вооруженное нападение на наши населенные пункты, на государственной границе, это далеко находится от зоны конфликта. Тогда погиб один мирный житель и несколько военнослужащих. Столкновения длились четыре дня, и поскольку у нас не было и нет никаких военных целей на территории Армении, как только армянские вооруженные силы были отброшены от нашей территории, по обоюдной договоренности огонь был прекращен. Затем, как я сказал, в августе диверсионная группа проникает на нашу территорию, которая была нейтрализована. Затем армянская сторона публично, демонстративно объявляет о переселении на оккупированной территории и в наш древний азербайджанский город Шушу армян, выходцев из Ливана, что является военным преступлением. Это является нарушением Женевской конвенции. Делается это демонстративно. Затем, до этого, они проводят так называемую инаугурацию так называемого главаря преступного режима Нагорно-Карабахского в Шуше, в древней азербайджанской жемчужине азербайджанской культуры. Все это сознательной провокации против нас, втягивание нас в конфликт и провоцирование на ответные действия. Мы проявляли сдержанность, конструктивность и здравый смысл, но когда у них это не получилось, они предприняли эту попытку. Более того, еще одна причина во внутриполитическом кризисе, который в Армении существует, ведь сегодня в Армении существует режим Сороса. Переворот, который не удался в Белоруссии, удался два года назад в Ереване. И сегодня руководитель Армении в лице Пашиняна, это ставленник Сороса, это человек, который сделал очень много обещаний, который не может их выполнить. И по существу страна находится в кризисе. Таким образом, ему нужен был внешний фактор, какая-то заворуха, если можно так сказать, с тем, чтобы отвлечь внимание населения, что ему и удалось. Более того, буквально за два дня до того, как они напали на нас в очередной раз, лидер главной оппозиционной партии Армении был арестован. То есть диктаторский деспотический режим Пашиняна ликвидировал все оппозиционное поле у себя в стране и сейчас демонстрирует агрессию вновь по отношению к азербайджанскому народу. Ваша позиция ясна, спасибо огромное. Если можно, буквально коротко, да или нет, есть ли на фронте прямо сейчас боевики из Сирии? Нет, это очередной фейк-ньюс, никаких боевиков из Сирии нет, нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства. Это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации. Никакой необходимости в этом нет. У Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации. Мы призываем под ружью десятки тысяч резервистов. И с населением в 10 миллионов против населения 2 миллиона у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах. Поэтому мы способны сами за себя постоять и наказать агрессора так, чтобы ему было неповадно больше, даже смотреть в нашу сторону. Спасибо вам большое. Ильхам Алиев был с нами на связи из Баку. Мира вам. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. И сейчас мы выходим на связь с Ереваном. К нам присоединяется лидер Армении, премьер-министр Никол Пашинян. Никол Ваваевич, здравствуйте. В первую очередь мы бы хотели вас попросить прокомментировать, что прямо сейчас происходит. Приходят очень тревожные новости. Сегодня с утра новость в том, что Азербайджан бомбил села уже непосредственно на территории Республики Армении. А до этого, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали полномасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха. И они уже три дня бомбят населенные пункты Нагорного Карабаха, используя артиллерию и системы залпового огня. И, к сожалению, у нас здесь жертвы не только среди военных, но еще и среди гражданского населения. Очень важный нюанс, что Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана. И местами они даже руководят военными действиями. Еще один очень важный нюанс. Уже в международной прессе было множество публикаций о том, что Турция вербует наемников на территорию Сирии и перевозит в Азербайджан для участия в войне против Нагорного Карабаха и республики Армении. И, между прочим, есть информация, что уже прямо в населенных пунктах Азербайджана уже произошли некоторые стычки между этими наемниками и местными жителями, потому что эти наемники пытаются навести законы шариата в этих селах. И они заходят в магазины и требуют, что эти магазины прекратили продажу алкогольных изделий и так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, господин Пашинянов, только что пришла новость о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС. Причем новость пришла со ссылкой на Минобороны Армении. Пилот погиб. Известно ли вам об этой информации, что это может означать, если уже в небе сталкиваются самолеты Армении и Турции? Ну, это уже факт, состоящийся факт, и это еще одно доказательство того, одно доказательство того, о чем я говорил. И вы знаете, это очевидно, что сейчас и Армения, и армяне Нагорного Карабаха находится под непосредственной угрозой Турции. И Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. И они, по нашей информации, ищут повод, чтобы привезти свои войска в Нахичевань. Это англав азербайджанский, граничившийся с Турцией, Арменией и с Ираном, несмотря... Хотя у нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии. И вообще-то это... Вообще в этом нет никакого секрета, потому что с августа турецкие войска уже находятся в Азербайджане. Они начали совместные военные учения, и эта война началась... То есть она началась как продолжение этих военных учений. Николай Ваваев, сейчас уже многие эксперты достаточно жестко формулируют и объясняют все, что сейчас происходит на Горном Карабахе. Звучит слово «война». Насколько корректно, уместно использовать это слово? И можно ли хоть что-то сейчас предпринять для того, чтобы прекратить и кровопролитие и остановить огонь? Ну, это, конечно же, корректная формулировка, потому что идет война. Есть очень много разрушений, жертв, и вовлечено огромное число военнослужащих. И это для нас очень важен еще один нюанс. Как вы знаете, в начале 20 века произошел первый геноцид. 20 века это произошло в Атаманской империи, и жертвой этого геноцида пал армянский народ. Поэтому все мы это воспринимаем как экзистенциальную угрозу для нашего народа. Фактически мы воспринимаем это как войну, которая была объявлена армянскому народу, и наш народ просто сейчас вынужден использовать право на самооборону. Что можно делать? Нужно решительно, международное сообщество должно решительно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана, и осудить действия Турции, и потребовать, что Турция вообще вышла из этого региона, потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает. Это может привести к дальнейшей эскалации и к увеличению масштаба этих военных действий этой войны. И сейчас международное сообщество должно принять конкретные усилия, чтобы заставить Турцию выйти из Южного Кавказа и заставить Азербайджан прекратить агрессию и агрессивные действия, военные действия. Господин премьер-министр, не будем вас больше задерживать, знаем, что вам нужно бежать на совещание с военными. Очень короткий вопрос. Какие переговорные форматы сейчас могут сработать? Или все прежние договоренности уже отброшены в прошлое? Условно говоря, казанский формат, по которому вы должны освободить несколько сел. Эти все договоренности стерты или еще возможно по ним двигаться? Вы знаете, что касается переговорного формата, мы представляем, что переговорный процесс должен продолжаться там, где оно началось. Это сопредседательство минской группы ОБСИ. Что касается конкретных переговоров, для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу. Очень трудно говорить о переговорах, особенно о его содержании, когда идут конкретные военные действия. Прежде всего нужно остановить насилие и нужно констатировать, и Азербайджан должен принять эту формулу, что нет военного решения для Нагорно-Карабахской проблемы. Ведь эта война не началась с нуля. В течение долгого времени азербайджанское правительство развивает риторику ненависти против армян. И в течение долгого времени угрожает, что вопреки международным призывам собирается решать Нагорно-Карабахский вопрос военным путем. Я надеюсь, что хотя бы эти события и ту ситуацию, которую мы сейчас имеем, убедят Азербайджан, что нет военного решения для Нагорно-Карабахского конфликта. Потому что военные вооруженные силы Азербайджана провалили решение своего задачи, как мне думается, военно-политического руководства и не смогли достичь никакого успеха в военном смысле на фронте. То есть они не смогли решить свою задачу. И я надеюсь, что это убедит Азербайджан, что нет военного решения этому конфликту. И есть только мирное и переговорное решение для Нагорно-Карабахского конфликта. И любое решение должно быть приемлемым не только для Азербайджана, но и для Армении Нагорного Карабаха. Ведь я хочу констатировать, что когда я стал премьер-министром, я предлагал и продолжал предлагать конкретную формулу для решения этого конфликта. Что любое решение должно быть приемлемым для народа Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Порядок, ну, напоминание стран не имеет никакого значения. Это мы можем... Я имею в виду, что равной степени должно быть приемлемым это решение. И, к сожалению, правительство Азербайджана, президент Азербайджана хочет достичь такого решения, которое будет приемлемо только для Азербайджана. Это невозможно. Нужен компромисс, и для компромисса нужна атмосфера компромисса. И для этого нужно немедленно прекратить... Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, потому что это Азербайджан начал, между прочим. И это была заранее планированная операция. И нет никаких сомнений, что эта операция была при планировании во время военных учений, совместных с турецкими вооружёнными силами. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте исходить из того, что вариант должен быть в самом деле приемлемым и для Армении. И, конечно, для Азербайджана никакого военного способа разрешить этот конфликт не существует, только политика, дипломатический путь. Еще раз спасибо. Никол Пашинян. Никол Пашинян, премьер-министр Армения был с нами на связи. Бенн-Хак-Иктималийт каршинда чыкыш и дыркен Индия дэвид дэфелерлэ рэзил друма дышан Никол Пашинян, бутэфэ дээнэнэсини позмады. Берлищин аппаратчаларинин суаллари каршисында ациз калан Эрмэнистанин Башназири, yenедэчыкышинда хэчбир факта эсасланмайан, ялан в уйдурмалар сөйләди. Сора мюзаркерлерді сиаси вэхэрби экспертлэр ищитрақ етдилер. Вы знаете, я внимательно прослушал выступления лидеров Азербайджана и Армении, но что могу сказать? Это, безусловно, четкое, абсолютно логичное, выверенное и последовательное выступление Ильхама Алиева. Это школа МГИМО. МГИМО готовит действительно великие кадры. Теперь по сути сказанного. Ну, президент Алиев прав в том, что он абсолютно справедливо сказал, что при современном уровне развития технологий разведки, спутниковой, электронной, агентурной, невозможно вскрыть факт того, что если бы на территорию Азербайджана действительно были бы переброшены турецкие истребители, ну, собственно, это вскрывается элементарно любой страной, которая имеет спутниковую разведку. А сегодня район Нагорного Карабаха находится под плотным наблюдением всех ведущих стран мира. Я все-таки, коллег, хотел бы на чем зафиксировать. Мы все приверженцы международного права. С точки зрения норм международного права, сегодня боевые действия ведутся на территории Азербайджана, между вооруженными силами Азербайджана и армянскими воинскими формированиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова